Всем привет! Я сегодня доехала до своего университета, в котором я училась в 2013 году. За 8 лет, конечно, здесь очень многое поменялось, и это очень радует на самом деле. Когда я училась, вот этот корпус ещё строился, и сейчас это корпус по заочному обучению, по онлайн-заочному обучению. Вот это здание — это уже отремонтированная библиотека. И вот это вот здание — это наше общежитие, мы там жили, всегда шло чёткое разделение на этаж мальчиков и девочек. И девчачьи этажи были верхние, ребят были нижние. В самом низу, в подвале, бесплатный спортзал, рядом корпус по, можно так сказать, как социальный факультет, то есть всё, что касается социума, изучается. Соседний вот этот корпус — это юридический, это непосредственно наш главный корпус. И вот в том дальнем у нас проходили занятия по корейскому. Вообще у нас везде здесь, в этих корпусах проходили, но основная часть у нас проходила здесь. У нас английский и корейский разговорный в этом корпусе. В общем, здесь всё так красиво, всё меняется. Неизменными остаются вот эта лестница, на которой студенты всегда вечерами собираются, пьют, выпивают, едят курицу или ещё что. В общем, всё меняется, всё к лучшему. И здесь раньше, по крайней мере, сейчас, не знаю, посмотрим, находился холл, в котором проводились все выпускные мероприятия. И назывался он Обама Холл в честь президента Америки Барака Обамы. И посмотрим, что поменялось. На территории кампуса у нас был магазинчик круглосуточный. Обязательно была почта. И магазин с констоварами. Ну и понятно, без кофеин у нас не обходился ни один, скажем так, кампус. Так, ага, сейчас они его переименовали на Минерва-комплекс. И, судя по всему, сейчас они его реконструируют, переделывают. Здесь всегда у нас играли дети. У нас здесь рядом спортивная площадка. И вечером всегда можно было выйти, побегать, поиграть в футбол. В общем, и дети сюда. С нами тут бегали, прыгали, гасали. Здесь, в этой части, ничего меня, ничего не поменялось. Здесь всё так же полно студентов, которые учатся. Вот это, кстати, корпус у нас был как студенческий профком. Поэтому, если возникали какие-то вопросы, мы могли всегда прийти сюда и задать их. Наше здание. И ещё обязательно на территории кампуса это столовая. Здесь это одна столовая. А когда училась в Куриде, у нас это было три, как минимум, те, которые были возле нашего кампуса. Здесь такая доска объявлений. Кто хочет, приезжает на велосипеде, их здесь оставляет. И вот этот корпус, который перед нами. Здесь находится почта, столовая. Маленький магазинчик. С другой стороны находится кофейня. В общем, всё сделано максимально удобно, чтобы студент проводил как можно больше времени в кампусе. Всё настолько обустроено, что ты можешь даже отсюда не вылазить. Ну и по традиции, студенческий городок. Я пока шла к университету. Могу сказать, очень много что поменялось. Многие закрывались магазинчики, ресторанчики, в которых ты ещё тогда кушал. Но неудрено, прошло 8 лет. И на их местах появились новые магазины. Вот, ну. Всё меняется в нашей жизни. И это хорошо. Как всегда, аккуратно отстриженные кусты, деревья, что-что. А это в университетах остаётся неизменным. Каждое утро мы ходили этой дорогой на занятия. Если успевали, с утра заходили в столовую на завтрак. Если нет, то ходили в кафешки возле университета. А что приятно, что сам по себе университет расширяется. Больше становится разных кампусов. Безусловно, район поменялся. Раньше на этом месте, даже этих высоток не было, были строительные леса. Но за 8 лет построили, переделали. Здесь очень часто мы собирались с нашими студенческими группами и делали либо наши групповые проекты или собирались и уезжали за город по программе. И что всегда есть в любом университете, во время промежуточных и финальных экзаменов в общежитиях стоят специальные столики, на которых лежат кексики, либо хлеб и молоко. Это для того, чтобы отбодрить студентов во время сессии, потому что очень часто студенты толком не едят, они в основном учатся. И для того, чтобы студент не голодал, а не упал, скажем так, голодный обморок, то дирекция заведения учебного это всё снабжает. И вот это наше общежитие. Помню, мои окна были вот где-то вот там. Они на это выходили. Не знаю, сейчас посмотрим, сможем ли мы зайти внутрь или нет. Раньше здесь стояли скаменчики, но их убрали и оставили деревья, сделали вот такую площадку. Внутри раньше находился магазинчик двосуточный, кофейня. И можно сказать, как магазин с памятными товарами про университет. Сейчас зайдём, посмотрим. Вот так мы не сможем зайти, потому что там контроль, вход только для студентов. И вот так получается идёт общежитие. Слово женское, справа мужское общежитие. Сейчас попытаемся. А вот это вход для преподавателей, потому что здесь могут жить преподаватели тоже. Тут можно брать себе газету. Газета университета. Журналы. Журналы. Всё это, ребята, бесплатно. Работающий бункмат. Можно здесь даже выбрать русский. И точно так же, кому нужна информация, то они её здесь вывешивают. Студенты идут в общежитие. Всё так, кстати, был запрет, что после двенадцати нельзя ходить в общежитие. Если у тебя будет много, скажем так, пенелтин, два наказания за счёт того, что ты поздно заходил в общежитие, то если ты хочешь остаться в общежитие на следующий семестр, тебе нужно писать объяснительно, почему ты, скажем так, так часто приходил поздно. Это вход в женское общежитие, а там вход в мужское. И здесь раньше, сейчас мы посмотрим, было подвальное помещение, в котором был спортзал. Эти коридоры. У меня ноги, походу, ещё сами помнят, как сюда идти. О, да. Здесь есть фитнес-центр. Сейчас он, я предполагаю, закрыт. Да, он закрыт. Ну, вот здесь есть шкафчики, в которые можно оставить свои вещи. И, скажем так, пойти, позаниматься и выйти. Спасибо. Продолжение следует...